Говорят, что в современном мире возраст – это всего лишь цифра. Но, к сожалению, не в кей-поп индустрии. Шанс успешно дебютировать на корейской музыкальной сцене стремительно уменьшается после 20 лет. И чем старше становится будущий айдол, тем меньше в нем заинтересованы развлекательные агентства, так как в основном айдолы дебютируют в возрасте до 20 лет, а зачастую и намного раньше – в 14 или даже 13 лет. Безусловно, существуют и примеры поздних дебютов, но они являются скорее исключением из правил. Обмануть систему по-крупному сейчас вряд ли получится, ведь мы живем в эпоху соцсетей, и любой обман, скорее всего, будет быстро разоблачен, ведь интернет помнит все, а не оставить в нем следа практически невозможно. Но вот во времена, когда интернет не был так широко распространен, как сейчас, произошла безумная история, которую довольно сложно представить в наше время. Всем привет, вы на канале Брауни, и сегодня я расскажу вам странную и абсурдную историю одной исполнительницы, которая дебютировала целых 4 раза, создав себе фейковую личность. Как обычно, я хотела бы поблагодарить своих самых щедрых бустеров за поддержку моего канала. А еще, прежде чем мы начнем, я хотела бы рассказать вам о том, что бренд необычной парфюмерии Библиотека ароматов выпустил новый аромат, посвященный жанру кей-поп. Этот аромат представлен в двух версиях – мини-версия 6 мл и полная версия 18 мл. Свою мини-версию я уже протестировала. Аромат оказался очень приятным, ванильно-мускусным и слегка сладковатым, при этом он довольно легкий. Я думаю, что он отлично подойдет на лето и сама с удовольствием его поношу. А полная версия аромата достанется одному из вас. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить несколько простых условий. Подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще не подписаны, а также на мой Telegram-канал и на Telegram-канал Библиотеки ароматов. Поставить лайк под этим видео и указать, что вы участвуете в розыгрыше в своем комментарии. Победитель будет выбран среди комментаторов случайным образом через неделю после выхода этого видео. Все нужные ссылки, а также ссылки на покупку ароматов в обоих версиях будут в описании. Забегайте к ребятам, у них на сайте много бонусов и акций. Ну а теперь поехали! Женская группа Babyvox дебютировала в 1997 году в компании DR Music. Эта компания может быть вам знакома по таким более современным проектам, как ранее и Black Swan, известным своими иностранными участницами и очень сложной многолетней историей. Babyvox были их первой группой. Их дебютный альбом не был успешным, так как публика прохладно приняла их концепт. Он был довольно дерзким, вдохновленным группой Spice Girls, что в Корее в те годы было попросту непопулярно. Поэтому перед выпуском второго альбома группа радикально сменила концепт на милый и невинный, который был на пике популярности. Также в группе произошли кадровые перестановки. Одна из участниц оригинального состава получила травму во время выступления, а еще две покинули группу из-за внутреннего конфликта. Все трое были заменены новыми участницами, среди которых была и наша сегодняшняя героиня – девушка по имени Лигай. Второй альбом Babyvox был очень успешным. Заглавный сингл с него занял седьмую строчку в корейских чартах. В общем, можно было сказать, что смена концепта сработала на ура. Правда, кое-кто из этого концепта немного выбивался. Новенькая участница Лигай всегда носила солнцезащитные очки во время промоушена, причем не только на сцене. Она также скрывала свое лицо за очками и вне выступлений, например, во время различных интервью. Затем, во время промоушена второго сингла Лигай сменила очки на шапочку, которую также носила во время всех мероприятий. Тогда поклонники группы начали замечать, что Лигай выглядит значительно старше своих согруппниц, которым на тот момент было по 17-18 лет. Сама она была всего на пару лет постарше. Ей было 20, по крайней мере, если верить ее профайлу. Но из-за того, что она выглядела более зрело, за Лигай даже закрепилось прозвище «тетушка». Также поклонники группы стали замечать, что у Лигай наблюдаются серьезные проблемы с хореографией, и она довольно часто делает ошибки, просто не успевая за движениями своих согруппниц. Последним штрихом в странном образе Лигай стало совместное интервью BabyVox с двумя молодыми и популярными футболистами того времени – Ли Дангуком и Ким Инджуном. Обоим спортсменам на тот момент было по 19 лет. Но во время интервью Лигай обратилась к Ли Дангуку, назвав его «Оппа». Это было странно, ведь «Оппа» в Корее – это обращение к старшему брату или к парню, который в любом случае старше. Но самой Лигай на тот момент было уже 20 лет. Все эти несовпадения, наконец, побудили фанатов BabyVox усомниться в ее честности и заинтересоваться прошлым певицей. Тогда один поклонник, который с самого начала относился к Лигай с подозрением, поднял вопрос о ее настоящем возрасте на одном из немногих существовавших на тот момент интернет-форумов. И это принесло свои плоды. Оказалось, что Лигай невероятно похожа на певицу 80-х Лихи Джон. Они закончили один и тот же университет, и даже день рождения у них был в один день, но с разницей в целых 10 лет. Лигай родилась в 1978 году, а Лихи Джон в 1968. Фанаты пришли к выводу, что похожие как две капли воды певицы – это один и тот же человек. Так тайна возраста Лигай наконец была раскрыта. На самом деле ей было не 20, а уже 30 лет. Чтобы понять, как так вышло, вернемся в прошлое Лигай. Первый дебют Лигай, а точнее Лихи Джон, состоялся в 1988 году в составе трио Сето Рея, когда ей на самом деле было 20. Сето Рея были первым танцевальным трио и прообразом современных айдол-групп. Они исполняли корейские каверы на популярные японские и американские песни, а также выпустили два собственных альбома. При этом популярные Сето Рея не были, а после совместного выступления с самой популярной мужской группой того времени Со Бан Ча, которая к тому же имела свадебный концепт, все стало еще хуже. Фан-база Со Бан Ча возненавидела их настолько, что даже испортила их машину. Травля со стороны поклонниц мужской группы продолжалась до тех пор, пока одна из участниц Сето Рея, будучи не в силах больше терпеть подобное, переехала в США, после чего группа распалась. В 1991 году две оставшиеся участницы Сето Рея дебютировали в качестве дуэта под названием Там-там. Это был второй дебют Лихи Джон, и для него она сменила свой псевдоним на Ли Джи Су. Там-там выпустили один альбом, но не получили большого отклика у публики и распались всего через несколько месяцев после дебюта, когда вторая участница дуэта приняла решение уйти. Так Ли Джи Су, она же Ли Хи Джон, осталась одна. Она закончила университет, получив специальность в области кино и телевидения, и уже планировала бросить попытки снова выйти на сцену в качестве певицы, но ее заметил андеграундный продюсер Юн Дэн Рён и предложил ей подписать контракт с его агентством, которое позже станет известно как Диар Медиа. Хи Джон согласилась и в 1993 году дебютировала сольно под своим псевдонимом Ли Джи Су. Это был ее третий дебют. Тогда она впервые изменила свой возраст, правда незначительно. Ее дата рождения поменялась с 19 июля 1968 года на 20 февраля 1969 года. За свою недолгую сольную карьеру Ли Хи Джон выпустила два альбома, которые остались незамеченными и не принесли ей известность. На несколько лет она полностью пропала с радаров, работая за кулисами, пока в 1998 году она не дебютировала уже в четвертый раз в составе группы BabyVox. Когда все это вскрылось, расследование о настоящей личности Ли Гайи вышло за пределы обсуждений на форуме и было опубликовано в газетных репортажах. Как оказалось, Хи Джон должна была дебютировать с BabyVox сразу, еще с первым составом, но во время одной из репетиций получила серьезную травму ноги, которая, возможно, являлась причиной ее последующих проблем с хореографией. После неудачного дебюта BabyVox и потери троих участниц, директор Юн Дэн Рён решил сменить концепт группы на бэнд, поэтому он нуждался в новой участнице, которая могла играть на клавишных и петь, и Хи Джон идеально подходила. К тому же у нее за плечами был не только сценический опыт, но и опыт в сочинении песен. Правда, позже DR Music полностью отказались от этой затеи в пользу наиболее модного тогда милого и сладкого концепта. В него пришлось вписаться Ильи Хи Джон, которой на тот момент уже исполнилось 30. Она выражала сомнения по поводу своего дебюта с новыми участницами группы, которые были совсем уж молодыми. Она спрашивала у директора, как я в своем возрасте смогу работать с этими детьми, на что он пообещал ей, что никто не узнает правду, но даже если их поймают, компания возьмет всю ответственность на себя. Так 30-летняя Ли Хи Джон превратилась в 20-летнюю Ли Гай. Фанаты группы были возмущены и шокированы. Они требовали от DR Music объяснений и немедленного исключения Ли Гай из группы. Компания принесла фан-клубу свои извинения, подтвердила, что вся раскрытая информация о прошлом Ли Гай является правдой. Своё решение о ее дебюте они объяснили тем, что группе нужен был опытный лидер, а самой Ли Гай нужно было зарабатывать, чтобы оплачивать больничные счета своего отца. После этого Ли Гай навсегда покинула бэйби-вокс и индустрию развлечений. В группе ее заменила новая участница Юн Эн Хе, которой было всего 15 лет. Несмотря на в целом негативное отношение фанатов группы к Ли Гай, оставались и те, кто скучал по ней, а некоторые даже хейтили заменившую ее Эн Хе. Участницы Кан Мион и Ли Хи Джин позже рассказывали, что Ли Гай с самого дебюта была для них старшей сестрой, которой они могли довериться. Кстати, бэйби-вокс в принципе преследовали скандалы, и если вы хотите узнать, что происходило с ними после ухода Ли Гай, вы можете посмотреть другое мое видео, ссылка будет в подсказке и в описании. О том, как Ли Хи Джон жила после своего ухода из индустрии, известно немногое. Существует информация, что в течение трех лет после этого она жила уединенной жизнью, а позднее у нее начались проблемы с сердцем. Затем она встретила мужчину, с которым заключила счастливый брак и родила двоих дочерей. Но этот брак закончился разводом после того, как стало известно об изменах ее мужа. Примерно в то же время скончалась ее мать. Чтобы справиться с горем, женщина увлеклась горными походами, где позже встретила своего второго мужа, с которым, вероятно, живет и по сей день. Эту информацию стоит воспринимать с долей скептицизма, так как она представлена со слов человека, который якобы лично знаком с семьей Ли Хи Джон. Также одна из бывших участниц Сето Рэ выражала желание воссоединить группу, чтобы выступить вместе. Но эта идея так и не была реализована. Несмотря на то, что айдолы в основном дебютируют в очень юном возрасте и в районе 30 лет часто уже завершают свою карьеру или меняют ее направление, сейчас на сцене достаточно много популярных айдолов, которым уже больше 30 лет и они не сдают позиции. На их фоне история Лигаи кажется еще более абсурдной, но правда заключается в том, что в те годы восприятие возраста было совсем другим, и 30-летние люди воспринимались гораздо более зрелыми, нежели сейчас. Если в наше время 30 – это новые 20, и при этом эйджизм в кей-поп индустрии все еще силен, и те айдолы, которые дебютируют позже 20 лет, даже сейчас сталкиваются с критикой в отношении своего возраста, то в Корее 90-х с этим было гораздо хуже. У 30-летнего человека уже должна была быть карьера, семья и дети, и дебют в девичьей группе как-то не вписывался в такую картину. Ну и, конечно же, стоит учесть и то, как в наше время продвинулась косметология, которая тоже помогает артистам продлевать свою визуальную молодость. Вторая проблема – это концепт группы. Кахи, бывшая участница группы After School, известна как одна из айдолов, дебютировавших в наиболее позднем возрасте, ведь на момент дебюта группы в 2009 году ей было уже 28 лет. Тем не менее, они были весьма успешны, и возраст Кахи никого не смущал. Более того, в 2022 году, когда Кахи был уже 41 год, она дебютировала в проектной группе Мамадол, всем участницам которой было больше 30. Здесь стоит обратить внимание на концепт After School, который исключал невинность. Он был зрелым и сексуальным с самого начала, поэтому Кахи никогда не выбивалась из него. Примерно то же самое можно сказать и про проект SM Got The Beat, в котором 36-летняя Боа выступает вместе с Винтер и Зеспа, которой всего 22. Их разница в возрасте составляет целых 15 лет, но благодаря концепту группы она практически незаметна. В случае с Baby Vox их невинный и в какой-то степени даже детский концепт вместе с этими нарядами и прическами слишком сильно контрастировал со зрелой внешностью Лигаи. Возможно, если бы директор DR Media все-таки оставил для них концепцию инструментального бенда, все выглядело бы намного гармоничнее и вопросов к образу Лигаи возникло бы гораздо меньше. Несмотря на то, что Лигаи самый яркий пример фальсификации своего возраста в кей-поп-индустрии, есть и другие артисты, которые были вынуждены хотя бы немного изменить свой возраст, чтобы соответствовать стандартам. К сожалению, хоть ситуация постепенно и становится лучше, эйджизм все еще процветает как в шоу-бизнесе, так и в обществе в целом, подталкивая людей к вечной гонке за молодостью. Что вы думаете обо всей этой ситуации? Делитесь своими мыслями в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока!